Здравствуйте! В эфире передача «Время. Арт». Но говорить мы будем не только об искусстве, а о жизни вообще, поскольку искусство именно так и выражает. И сегодня наш собеседник Светлана Рыбакова, заведующая музеем этнографии, и вопрос к Светлане. Одной из основополагающих в жизни каждого народа страны – традиция. Что это такое? Можно как-то это определять для нас, для белорусов, для кого-то еще? – Формулировка такая. Традиции – это наследие народа. Наследие. Ну, своего рода мостик между прошлым и будущим. Вот это традиции. И в это понятие можно включить и нормы поведения людей, и обычаи, и обряды. Вот. Все это вместе и составляет те традиции, которые присущи каждому народу. И, конечно, традиции определяют, ну, суть народа. Создают как бы фундамент для того, чтобы мы могли говорить о особенностях народа, о их, ну, отличительных особенностях этого народа. – Обычаи и традиции – это одно и то же? Или все-таки между ними какая-то есть протяженность возникновения или что-то? Можно сказать, что это одно и то же или нет? – Вот. Считается, что обычаи – это часть традиции. – Часть традиции. – Часть традиции. – А миф? – Ну, опять-таки, принято считать, что мифы находились у истоков создания традиции. То есть, когда-то, в незапамятные времена, создавалось вот с помощью народной фантазии вот эти мифические представления людей обо всем, что их окружало. И, собственно говоря, традиция, она и в основе своей, у истоков своих, она имеет миф. – Мешают традиции, скажем, могут мешать они в жизни сегодня? Или служили ли они когда-либо помехой? Вообще бывает такое. Ну, скажем, человеку хочется одно, а вот по традиции у нас этого, допустим, нельзя. Или это недопустимо? Вот. Как вообще к этим, с такими чем, относится? – Ну, традиции ведь очень различными могут быть, да. Ну, выделяют, например, ну, во-первых, выделяют несколько разных типов традиций. Есть традиции народные, есть традиции религиозные, есть традиции социальные. То есть, традиции очень разнообразные. И в зависимости от того, ну, на какую традицию мы с вами будем ориентироваться, так и можно ответить на этот вопрос. – Мешают ли? Ну, я думаю, что да, иногда они становятся тормозом в развитии общества на каком-то этапе. Ну, в качестве примера, например. Традиционно принято считать, что женщина должна больше заниматься домом, семьей, детьми. – А сегодня это как-то… – А сегодня вот эта традиция, пожалуй, да, тормозит. – Сегодня даже уже как это мужчина дома считается домохозяйкой. – Где-то, да, где-то уже сегодня поменялись ролями вот муж и жена, мужчина и женщина. И в своем, ну, общественном таком, ну, в общественном мире, да, то есть роль мужчины и женщины, она тоже очень сильно изменилась. Но то, что все-таки до сих пор принято считать, что женщины должны отводиться в второстепенные роли, мне кажется, это тормозит развитие общества. – Можно ли человеку самому, допустим, прием в музей, как-то раскрыть для себя немножко хотя бы страну, народ, куда он приехал? Ну, к нам скажем. – Я абсолютно убеждена, что именно для этого этнографические музеи создаются. Именно для того, чтобы каждый приходящий в музей мог, даже не прибегая к помощи экскурсовода, лишь только рассматривая те предметы, которые выставлены, составить себе полное представление о том, как жили люди. – И не полное получится представление? – Ну, не совсем полное, но достаточно полное. Особенно если у человека широкий кругозор, да, если он уже знакомился с бытом и культурой других народов, то совершенно понятно, что на эту конову ляжет и его восприятие о быте, культуре белорусского народа. Потому что каждый предмет, естественно, каждый предмет музейный, который выставлен в экспозиции, он несет за собой очень, ну, целый шлейф знаний. – Целый шлейф знаний, наверное, тоже, да? – Да, ну и, конечно, в каждой музейной экспозиции есть пояснительные материалы, разумеется. Вот, я так думаю, что наша помощь больше нужна, наверное, школьникам. Потому что, да, да, потому что школьники сегодня очень многие, и мы даже такой как бы социальный опрос проводили среди них, ну, примерно 30% сегодняшних детей не были в деревне, не жили в деревне. – Ну, вот хорошо, приходят дети в музей, так? Они слушают экскурсию, слушают рассказ. Для них это остается каким-то просто интеллектуальным грузом накопления знаний, так? Или все-таки это как-то меняет мировоззрение? Насколько это важно? Мне кажется, что, наверное, это сверхмаксимальная задача музея вообще. – Конечно, конечно. Мы, конечно, к этому стремимся. Конечно, это наша сверхзадача обязательно донести до маленьких белорусов, в чем же особенность их народа, чтобы действительно они ушли с и знаниями, и мыслью о том, что мы народ, который имеет свое собственное лицо, и среди других народов мы выделяемся этим лицом. Ну, а дети, которые приходят в музей, конечно, прежде всего, они получают знания определенные. И я абсолютно убеждена, что любое знание формируется в сознании. – Традиции, вот то, что, скажем, и по истории, и даже, допустим, Белоруссии, то, что музеи, они вообще могут защищать человека? Вот как-то внутренне, ну, я не знаю, как помогать в повседневной жизни? Вот если человек знает традиции своего народа, своей страны, может это ли в какой-то момент, допустим, оказаться помощью в повседневной жизни, в быту, защитить от чего-то, внутренний какой-то конфликт? Или это надумка немножко? – Я думаю, что может, потому что, понимаете, традиции своего народа, если человек их усвоил, или даже просто знает о них, то это своего рода как бы фундамент, который помогает ему в жизни ориентироваться во многих вопросах. Ну, некая основа такая жизненная, да, и зная, или даже еще больше усвоив эти традиции, конечно, в самые трудные и ответственные моменты человек может опереться на эти знания, на вот этот опыт, накопленный уже поколениями до него. – Особенно важно, наверное, когда вот школа, средние и старшие классы, вот так вот, да? Или плюс еще дома? – Ну, я таки думаю, что все-таки это в расчете на человека уже взрослого. – Угу. – Уже взрослого. – Все-таки, наверное, для человека молодого большую роль будут играть те традиции, которые сложились в его семье. Это очень важно, семейные традиции. – Скажите, а вот как быть иногда, ну, я бы сказал так, с перевертышами в традиционности? Ну, вот это известное четное, нечетное число, допустим, да? Что-то раньше можно было, сегодня говорят не так. Это вот спорят об этом, скажем, священник говорит, что вот столько-то так цветы, допустим, можно приносить на обряд. А кто-то возражает, что раньше было вот так вот. Как относиться к таким вот спорам или к таким вещам? – Ну, мне кажется, нужно посмотреть в суть этого явления. Все дело в том, что традиции, которыми жил народ белорусский, собственно говоря, они складывались веками, но когда произошла смена строя социального после революции, вот за этот период существования советского государства очень многие традиции, которыми когда-то жил народ, они были утрачены. Они были сломлены просто. Ну, так и происходит, да, да. Традиции ломаются, когда ломаются социальные строители. – Даже, насколько я помню, новогодняя елка была отодвинута. – Да, да, елка была запрещена, да, да. Некоторое время, довоенный период елки были запрещены, празднование Нового года было запрещено. – А можно ли на основе какой-нибудь или какой-то традиции именно народной построить свою домашнюю традицию? И на какой именно, например? – Ну, конечно, можно. Таких традиций можно очень много называть. Ну, например, мне кажется, очень важная, например, традиция, которая зародилась сравнительно, вернее, ее вспомнили в сравнительно недавнее время уже в Республике Беларусь, в Незалежной Беларуси. Это традиция празднования деду, праздник дяды, мы 2 ноября празднуем. И согласно этой традиции за столом собирается вся семья, когда вспоминают всех своих предков, каких только могут вспомнить. И мне кажется, что вот это… – То есть просто рассказывают все, кто будет собраться, да? – Детям, да. Взрослые, это могут быть и отец с матерью, это могут быть и дедушка с бабушкой, и может быть даже сегодня и прабабушка, или прадедушка, и еще о тех своих родственниках, которых они помнят. И таким образом мы восстанавливаем живую цепочку этого рода. – Должна быть, наверное, в семье. Самим можно придумать какое-то, на ваш взгляд, на основе вашего опыта, есть ли, скажем, примеры, когда люди не старинное что-то брали, а вот придумали что-то очень любопытное в доме, и это стало семейной традицией, допустим, которую можно было бы и посоветовать, и поделиться. – Ну да, ну да. – Ну да, я, например, могу себе вспомнить несколько семей молодых, у которых традицией становится, например, выходные вместе с детьми провести за спортивными занятиями. Пойти, например, в Ледовый дворец, чтобы кататься на коньках все вместе, пойти в бассейн, чтобы кататься всем вместе, поехать в авроусадьбу, чтобы кататься на лыжах. И это вот, ну, как бы не моя придумка, это на самом деле так. Живут, ну, не знаю, насколько многие, но некоторые молодые семьи со своими детьми, и это очень здорово. – То есть на выходные хотя бы раз в месяц на выходные выезжают даже в авроусадьбу, бассейн, конечно, ближе, но авроусадьба, я представляю, это же целый комплекс, особенно если летом, да? – Да, да, но это вот современная, так бы сказать, интерпретация связи между родителями и детьми. Это не за компьютером, как бы, да, ребенок сидит целый день, это и польза для здоровья, и в то же время, насколько это объединяет родителей и деток. – Есть ли традиции, которые забываются или разрушаются, разрушены, но были хорошими или играли, скажем, позитивную роль в истории, которые из сегодняшнего дня видны, что это хорошие были традиции, чему-то приучающими, на что-то акцентирующими, там, внимание или общение, но как-то они отодвинутые, и стоит их, допустим, как-то вернуть к жизни. Вот есть что-нибудь такое? – Ну да, вы знаете, я бы вот сказала, что у белорусов была совершенно замечательная традиция помахать друг другу толакою, да? То есть вот толакою можно было дом построить, да? Толакою можно было помочь убрать урожай, если там, ну, какие-то трудности у хозяев были. А посмотрите, вот сегодня, когда детки заболеют, и мы собираем денежки на лечение этих деток, ведь толакою тоже. – Ну, забытых, наверное, традиций мы с вами не назовем, получается. – Ну… – Таких забытых, которые… – Недавняя вот традиция семейная, например, она очень мила мне, и мне кажется, что следовало бы возродить во всех семьях. Это чтение малышам сказок или каких-то книжек на ночь. И вот то, что эта книжка, она прерывалась на самом интересном месте, да, вот, потом ребенок ждал с нетерпением, да, продолжение, да, это всякий раз какая-то глава одна или там полглавы читалась на ночь, вот, а потом ребенок стремился из-за этого, как можно скорее самому научиться читать, чтобы прочесть и эту книжку, и какую-то еще книжку, и еще книжку. Ведь мы же хотим наших детей приучить сегодня к книге, да, потому что они у нас совсем разучились читать с компьютерами. – Выходит так, что если подвести какой-то итог нашему разговору, то традиции могут помочь нам сегодня во всем. – И мне очень нравятся строчки замечательного советского поэта Евгения Евтушенко, который, мне кажется, очень уместный будет здесь привести. Он так сказал – степи ковыльные, холмы могильные, сильные помнят, не помнят бессильные. – У нас в студии была заведующая музеем этнографии Светлана Рыбакова. Говорили мы о традициях и о том, что же это такое, насколько это ценно. – Фэшн – это индустрия, глобальная индустрия, искусство или увлечение. Гость наша сегодня – это Татьяна Полоскова, директор подиум школ и руководитель Народного театра моды. Так что же это? Все вместе или по отдельности можно говорить? Культура, искусство, индустрия? – Фэшн – это мода. И определенные достижения, которые являются результатом работы, большое количество коллективов, профессий, и дизайнеров, и моделеров. – Да, и которые интересны нам, интересны людям, которые имеют какой-то результат. Вот поэтому мода – это искусство. – Хорошо, но вот то, чего учите вы, это же как бы составляющая этого искусства, этой индустрии, то есть как стоять, как выглядеть. – Подиум школа – это одна из, скажем так, частей фэшн-индустрии. – Что такое подиум школа? Это школа, в которой существует огромное количество предметов, скажем так, наук быть красивой. Или я очень часто своим ученикам, прямо на первых уроках, объясняю, что же такое дефиле. Да, это красивая, правильная походка, но еще и искусство демонстрации одежды. Вот вам, пожалуйста, и расшифровка. Искусство демонстрации одежды, то есть делать это красиво, правильно, основываясь на определенных принципах, в шаге, в движении, во взгляде. – Если я правильно понимаю, придя к вам в школу, я могу научиться свой плащ, который у меня есть сегодня, носить несколько необычно, стильно и модно. – Конечно. – То есть неизобретенный новый какой-то плащ, да, еще художникам, модельерам, а даже свою одежду можно научиться как-то стильно и модно представлять, носить что-то. – Но если вы сейчас говорите, да, о том, что пригодится ли искусство дефиле, или искусство демонстрации, носить одежду просто в жизни, конечно, пригодится. Потому что, наверное, каждому из нас приятно смотреть на девушку, парня, мужчину, женщину, да, ребенка, который не сутулится, который выглядит красиво. – Умеет себя нести, и будет идти такой, да. – Да, который умеет элементарно расстегнуть, застегнуть одежду. – Да, мы приходим в театр, в кинотеатр, красиво снять с себя одежду в гардеробе. Это тоже искусство, искусство красиво двигаться, искусство красиво правильно смотреть. Не только для того, чтобы нравиться самому себе, или своим родителям, или друзьям, а просто обществу. Потому что, на мой взгляд, наконец-таки пришло время, время опрятности, время культуры, время воспитания, хороших манер. Снова пришло это время. Это очень важно. – В общем, даже вот подать шубу даме в театре, да. – Да, это очень важно. – Иногда рядом замечаешь, когда как-то неловко женщина пытает, мужчина вроде бы и помогает ей одеть, да, а у них не получается. – Ну, конечно, если мы говорим… – Иногда у нас раздражается и сбится, хотя, может быть, что недостаток… – Ну, для, скажем так, для жизни вот тоже большое, скажем, дело делаем, для того, чтобы просто наши маленькие ученики в будущем, становясь уже взрослыми людьми, обладали какими-то хорошими манерами, да. Вот, в школе огромное количество предметов, которые помогают раскрыть себя как личность, развиваться актерское мастерство, сценическая речь, уроки по стилистике, фото-мастерство. – Это все подиум школы? – Да, это все подиум школы. – Это не театральное училище? – Театральное училище – это потом. – Вы знаете, как… – Не в виду театральное училище, что-то нет? – Я вам скажу о том, что мы все говорим, что самая главная профессия – это учитель, да, от учителя, а потом все остальные профессии. – То есть у вас преподаватели соответствующие? – Конечно, преподаватели соответствующий уровень, любовь к своему предмету. Если… В основном, конечно, в школе все предметы творческие. Если мы поможем нашим творческим ученикам, скажем так, определиться в выборе своей профессии в будущем, и, может быть, эта профессия будет именно творческая, потому что по результатам работы, это уже более, конечно, 15 лет я работаю в этой сфере, я могу сказать, что среди моих учеников есть действительно уже выдающиеся актрисы, есть дизайнеры, есть великолепные фотографы. Это все смежные профессии в сфере моды, да, вот. Актерское мастерство, да, это, конечно, другая история. – Все, что вы преподаете, получается, весь этот комплекс, да, и профессии тоже. – Конечно, конечно. – Хорошо, мы этого коснемся чуть позже. Можно я закончу вот свою мысль в своем вопросе, знаете как? Ведь вот к вам приходят школьники, допустим, да, скажем, пока не взрослые. Ведь считают так, ну, подиум школа, значит, я должна быть красивой или я должен быть красивым, чтобы вот попасть на обложку журнала, допустим, как-то, да, а это одно. Но ведь в школах очень много, ну, закомплексованных ребят или девушек, которые не считают себя красивыми, допустим, да, вот, или которые вообще считают, что у них совершенно не та внешность, и они не знают, что с собой делать, значит, что это серьезные комплексы. – Вы знаете, я своим ученикам всегда говорю о том, что не нужно быть наглым, нужно быть смелым, и песенку, которую мы пели в советские времена, «Только смелым покоряются моря», я им периодически пропеваю, цитирую. Есть огромное количество примеров, когда есть красивые девушки, парни, великолепные дети, дети все великолепны, но не все у нас шагают по мировым фодиумам. – Не все попадут в журнал. – Да, не все у нас в журналах, не все у нас в рекламах, потому что модельный бизнес, фэшн-индустрия – это бизнес субъективный. – И как относятся потом к этому родителям? – Ну, адекватные люди это все дело воспринимают правильно. Девушка получила титул, да, если вот говорить там о нашей могилевчанке, Юлия Муштукова, да, у нее победа в конкурсе «Мисс Могилев» в этом году 2016, режиссером которого я была, вот, ну, после этого поступление в университет, и вы знаете, на сегодня у Юли есть предложение продолжить свою карьеру, но Юля пока приняла решение закончить университет, и это тоже правильно. – Мы часто говорим о красоте славянской, белорусской, но вот сейчас фаворитом в Польше одного из конкурсов, да, стал наш соотечественник. – История Сережи Бендалова, это могилевчанин, великолепный, красивый, умный, образованный парень, не просто красивый, началась в 2014 году. Сережа пришел ко мне в гости в школу с одной из моих учениц, моделей. Они знакомые и дружат. – Сам он этого не занимался? – Нет, нет, он услышал о том, что в Беларуси проводится кастинг на конкурс «Мистер Беларусь-2014». Когда он пришел ко мне, переступил порог, конечно, я очень удивилась, вообще была очень счастлива о том, что, боже, слава богу, есть достойный кандидат на участие в конкурсе «Мистер Беларусь-2014», потому что конкурс такой проводился впервые в Беларуси. Потом мы прошли все туры, все этапы, оказались в финале конкурса «Мистер Беларусь-2014». Сережа стал обладателем титула «Мистер Стиль». Даже не первое место, не второе, не третье, а просто обладатель номинации. – Отдельная номинация? – Да, но он себя проявил как очень воспитанный, очень галантный, очень тонкий молодой человек, очень образованный, великолепное знание иностранного языка. И тогда, когда в 2016 году проходил отборочный тур на участие в престижнейшем конкурсе «Мистер Супра Нейшнл-2016», компания ОНТ в Польше принимает решение отправить, представлять Беларусь не победителя Кирилла Дыцевича, не победителя «Мистер Беларусь», потому что это был совсем другой человек, а абсолютно Сергей Бендалова, который был «Мистер Стиль». – По номинации «Мистер Супра Нейшнл-2016». Конечно, такая победа была впервые у Беларуси, он достойно представил нашу страну, потому что, понимаете, индустрия конкурсов красоты на международном уровне, главная задача ее – представить страну достойно, не просто поучаствовать, а чтобы сказали 10 тысяч раз «Беларусь», «Беларусь», «Беларусь». – Просто второе место выходит за ним. – Да, это получается второе место, это первый вице-мистр, да. То есть в мире это здорово. Конечно, я сидела у экранов телевизора и говорила, боже, пускай бы сказали «Беларусь – город Могилев». – Татьяна, как влияет индустрия фэшн на современную действительность, на отношения между людьми и на действительность вообще? Есть ли такое влияние? – Конечно, безусловно, потому что индустрия моды влияет на все. На настроение, на поведение, на стиль в одежде, даже на культуру питания, скажем так. Замечательные, великолепные девушки, которых можно увидеть в журналах. Сегодня здесь только ученицы, мои ученицы, ученицы подиум школы. Это Анастасия Сергутко, великолепная красавица на страницах одного из очень популярных журналов. Вот она же на страницах, на обложке журналов. – Выходит, что фэшн-индустрия – это как бы мы в центре находимся, да? А фэшн-индустрия – это еще сфера вокруг, со всех сторон, да? – Не просто на 360 градусов, а уже вообще сфера вокруг нас так выходит. – Да, потому что на сегодня все, во что мы одеты, все, что мы носим в качестве атрибутов, все, чем мы пользуемся для того, чтобы быть красивыми. – И даже то, что стоит на столе получается, и на рабочем себе. – Да, чем мы пахнем. Это тоже, это все, в первую очередь, фэшн-индустрия. – Великолепная Татьяна Полоскова, директор подиум-школ, руководитель Народного театра моды. Спасибо вам, Татьяна, и всех вам благ и успехов в вашей серьезной и красивой работе. Редактор субтитров А.Семкин